Отзыв о посудомоечной машине электролюкс. Кому это интересно, Пальц? Да никому не интересно. Вот модель. Уже практически пять лет используем данную посудомоечную машину. Какой у нее недостаток сложился? У нее сломался замок. Соответственно, она не защелкивается. Вот моют хорошо, соответственно, из-за того, что замок не защелкивается, у него здесь все потрескалось. Смотрите, как все это выглядит страшно. И даже сколы возникли. Отсюда мораль, не надо вешать такие вот тяжелые дверцы из массива на посудомоечной машине. Значит, что здесь есть у нее внутри? Удобный лоток. Не обязательно его засыпать полностью. Например, можно воспользоваться и класть только одну такую вот, точнее, половинку вот такой вот таблеточки. Они легко разламываются. Вот в тот вот сюда вот крышечка здесь отвинчивается и можно засыпать обычную поваренную пищевую выворочную экстра соль, то есть которой минимум примесей. Вот она не так дорого стоит, но стоит гораздо дешевле какой-то специализированной соли. То есть не попадаетесь на уловки маркетологов, и пользуетесь обычной солью. Посуду старайтесь ставить таким вот образом. В принципе, ничего тут такого не ломается. Но из-за того, что крышка не ровно, не до конца прилегает, возможно такое вот расслоение этого ДСП. Поэтому данная модель, в принципе, неплохая. Рекомендуется к покупке. Вот она была сделана в Европе. Обязательно смотрите, сделана посудомоечная машина. В принципе иногда можно также протирать внутреннюю поверхность посудомоечной машины. Для того, чтобы посудомоечная машина меньше шумела, можно также использовать специальные накладки. Это битум, который нанесен на такую фольгу. Обычно это используют для автомобилей такую вещь. Для уменьшения шума в автомобилях. Сама посудомоечная машина, она подключается к холодной воде. И в принципе никаких проблем с подачей водой у нас для данной модели не было. По времени, значит, мы рекомендуем, значит, пользоваться, я рекомендую пользоваться ночным режимом, то есть с отроченным запуском. Например, у нас трехтарифный счетчик. И поэтому мы запускаем, назовем, стирку, мойку посуды на ночь. То есть она вот через пять часов запустится и еще где-то час-полтора будет мыть. И после этого остынет. Ну, сразу после окончания стирки вытаскивать не рекомендуется, потому что посуда их горячая немножко, но после утра она остывает и можно быстро ее вытащить и убрать. Машинка вместительная, у нас четыре члена семьи, и она спокойно справляется с таким объемом посуды. Естественно, посуду желательно предварительно споласкивать. Например, здесь ополоснуть уже потом, чтобы крупных частей пищи не было. В принципе, там есть фильтр, его можно раз в несколько месяцев промывать. Вот сюда, в этот отсек добавляется моющий ополаскиватель, но мы тоже экономим и не добавляем. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.